теорема номер три по этой теме теорема от двух прямых перпендикулярных к одной плоскости давайте для начала возьмем какую-нибудь плоскость скажем вот эта плоскость альфа и теперь пройдем две прямые перпендикулярные к этой плоскости вот одна прямая а его другая прямая б формулировка две прямые перпендикулярные одной плоскости параллельны дано прямая а перпендикулярно плоскости альфа прямая б перпендикулярно плоскости альфа нужно доказать что тогда прямая а будет параллельно прямой б еще раз формулировка две прямые перпендикулярные одной плоскости параллельны доказательства предположим что эти прямые не параллельны и тогда мы через эту точку пересечения прямой б с плоскостью альфа проведем прямой который будет параллельно прямой ну допустим она пойдет как-то вот так вот теперь через прямой б и вот эту новую нашу прямую проведем плоскость так сейчас так так тогда вот так вот она как-то пойдет вот такая вот плоскость у нас появилась вот по вот этой прямая на пересечет плоскость альфа но соответственно раз у нас плоскость появилась значит вот тут вот уже стало не видно дальше и холочкой вот так дальше прямая б перпендикулярно плоскости альфа по условию а если прямая перпендикулярно плоскости она перпендикулярно любой прямой на этой плоскости значит в частности перпендикулярно вот этой прямой дальше вот эту прямую мы провели параллельно прямой а а мы только что доказывали что если одна из параллельных прямых перпендикулярных плоскости то и другая перпендикулярно этой плоскости Значит, вот эта прямая тоже перпендикулярна этой плоскости А если прямая перпендикулярна плоскости, то она перпендикулярна любой прямой на этой плоскости В частности, вот этой прямой И получилось, что вот на этой проведенной нами плоскости Из данной точки данной прямой к данной прямой поставлены два перпендикуляра А такого быть не может А значит, прямая А параллельна прямой Б, что и требовалось доказать. Еще раз. Формулировка. Две прямые перпендикулярны одной плоскости параллельны. Предположим, что они доказательствуют. Предположим, что вот эти прямые А и Б непараллельны. Тогда, через вот эту точку пересечения прямой Б с плоскостью α проведем прямую параллельную прямой А. Вот она вот так вот как-то пошла. Дальше. Через вот эту новую прямую, которая параллельна прямой А и прямую Б, проведем плоскость. Соответственно, она пересечет плоскость α вот по вот этой прямой. Прямая Б перпендикулярна плоскости α. А если прямая перпендикулярна плоскости, она перпендикулярна любой прямой в этой плоскости, значит вот здесь будет прямой угол. Дальше. Это прямая параллельна прямой А. А мы с вами только что доказывали, что если одна из параллельных прямых перпендикулярна плоскости, то и другая прямая перпендикулярна этой плоскости. Прямая А перпендикулярна плоскости α, значит и эта прямая тоже перпендикулярна плоскости α. А если прямая перпендикулярна плоскости, то она перпендикулярна любой прямой на этой плоскости. Значит, вот здесь вот прямой угол. И получилось, что вот на этой построенной нами только что плоскости, из данной точки данной прямой к данной прямой поставлены два перпендикуляра. Чего быть не может. А значит, прямая А параллельна прямой Б. Что и требуется доказать.